Адвокаты обжаловали закрытие уголовного дела Пашинского. Речь идет о стрельбе нардепа Вячеслава Химикуса. Но по словам защитницы Химикуса, следователи оставили после себя множество, как она выразилась, перлов. О чем речь? Подробнее в нашем материале. История с депутатом-стрелком произошла под Новый год. Сергей Пашинский вместе с женой ехал на дорогой машине по проселочной дороге. И якобы чуть не врезался в авто с выключенными габаритами. Оказалось, двое мужчин толкали сломанную машину. Завязалась перепалка, а затем Пашинский выстрелил безоружному мужчине в ногу. Потерпевшего Вячеслава Химикуса увезли в больницу и прооперировали. А Пашинский спустя несколько дней уже был на каникулах в Альпах. Во время допросов депутат путался в показаниях. То он оборонялся, стреляя лежа, то вдруг вспомнил, что открыл огонь стоя. Еще один вопрос, почему депутат в новогодний вечер разъезжал с пистолетом. По словам Пашинского, боялся, что его похитит ФСБ. А стрелял из наградного ГЛОКа, подаренного ему министром Аваковым. За какие заслуги, непонятно. На прошлой неделе генпрокуратура пыталась поставить в этом деле точку и закрыла его. Согласно постановлению следователя, в действиях Пашинского отсутствует состав преступления. Просто самооборона. В действиях Химикуса правонарушений тоже нет. Но следствие заявило, что он мог совершить мелкое хулиганство, так как нецензурно выражался, оскорбляя других. На прошлой неделе Пашинский поспешил сообщить, что материалы по Химикусу уже направили в полицию. Но теперь придется ходить в суд.